Путешествие не только И вот один из таких вот самый сохранившийся, который тоже не успели сорвать, как и четвертый форт Это опорный пункт номер 8, который рядом, кстати, с этим фортом и находится В общем, мы сейчас его посмотрим, я здесь ни разу не был В общем, он находится, я вот иду через такое поле, скоро лес, он там где-то и находится Поэтому не переключайтесь, будет интересно, поехали! В общем, идем пока что через это вот бывшее кукурузное поле Неудобно, знаете, идти спотыкаться по эти штыри А сейчас вы можете слышать стрельбу Здесь находится рядом полигон органов пограничной службы Рядом здесь государственная граница, до нее всего лишь 2 километра Опять это наша любимейшая тема Ну а форт, вот он, находится вот в этом лесу Точнее, это не форт, а опорный пункт Табличка, вот здесь вот указатель по дороге Указывает, что это форт 4А А карты и интернет показывают, что это опорный пункт номер 8 Согласитесь, не маленькая такая горочка Это, опять же, Гродненская возвышенность Ну а карты показывают, что нам куда-то туда А вот я его и вижу, в принципе Мы его заходим, скажем так, со стороны Как бы с той стороны, как должен был наступать враг В общем, вот, перешли эту систему окопов Вообще, на самом деле Немногие люди про него знают Да и я, собственно говоря, о нем недавно только узнал Ну и вот он, пожалуйста Вот Мы до него добрались Блин, ну стреляют там, конечно, конкретно Так, во-первых, нам надо где-то спуститься И, кстати, сразу обратите внимание, что В отличие от обычных фортов Блин, ну и стреляют конкретно Там что, там же не только с автомата В общем, нет ячеек для стрельбы для солдат Помимо от других фортов Либо они их не успели сделать Либо они не были предусмотрены На опорных пунктах Опорные пункты вообще Это такие мини-форты Они гораздо меньше Но они практически выполняли Такую же роль, как и форты Вот он Вот, вы можете видеть, ячеек никаких нету Либо, я говорю, возможно, их не успели сделать А вот мы видим, тут такая вот Лестница Ступеньки такие Которые можно спокойно спуститься Но, так как сейчас осень Везде мокро-сыро Надо с этим иметь дело поосторожнее Видим сразу с вами такую вот вытяжку Бывшей от печки Ну, сохранившуюся Причем она не одна А вот она еще В общем, получается От Гронинской крепости Сохранились Вот как бы два сооружения Четвертый форт Который не успели взорвать И вот этот вот опорный пункт Сейчас я достану Гоупро Ну и слазим Посмотрим, что там внутри Сразу же вот мы видим При входе Две Амбразуры По которым оттуда стреляли В противника Два входа Один и второй Ну, удобнее зайти сюда В общем, мы заходим Сразу мы видим Как обычно Сталакситы И вот такие вот Немаленькие сталагмиты Мне это всегда нравится Здесь же Выгребная яма В общем, оттуда черпали С той яма Ух ты С той ямы Интересно Просто залезть и посмотреть Что там А, так мы увидим С вами здесь Туалет Очки В общем, таким способом Солдаты В первом Время Первой мировой войны Ходили в туалет В общем, мы видим Там еще один вход Но я даже не знаю Как тут лучше пойти Еще одни Две амбразуры То есть, получается С четырех точек Можно было Стрелять Ну, давайте Давайте, что ли Сюда зайдем И пойдем Сразу мы видим Вот Железо Это, понятно, уже Столетней давности Двери только вот Спилили Петли Достаточно огромен Тут такая, понимаете Толщина стены Двери точнее Была Ну, вот Во сколько Наверное Сантиметров Двадцать Тридцать А вот она Самая Подбрусственная Галерея Ну, здесь Темнота Вообще Кромешная Я не знаю Что вы там Видите, дорогие Друзья Вот она Такая Мини Подбрусственная Галерея В общем Гораздо Меньше Чем на других Фортах Но она Здесь Целиком Цельная Не взорванная Еще раз повторюсь Сегодня в сфере Тоже взорвать А это Остатки Асфальта Он был Вот здесь Вот наверху Был здесь Наверху То есть Получается Был слой Бетона Потом Был слой Асфальта А затем Был слой Железа Вот здесь Мы видим Еще Вход Один Тут Возможно Вам еще и тень Отражает Я как бы Неравномерно Сдержу Телефон Фонарик И Гоупро Но Как-то так Место Для Тут Скорее всего Тут Типа Что-то Генераторы Тут Или щитовой Что-то Такое Было Косты Кости Какие-то Кости Животного И там Вот еще Одна Комната И в Принципе Тут Больше Ничего Нет Получается Туалет Две Комнаты Подбрусанная Галерея Ну и Скажем так Главный Вход То есть Ну сколько Тут Длина Метров Не знаю 30 Лучше Случай Где-то Так Ну и Вот он Еще Раз Туалет А А с Туалета Выход Туда Уже В Подбрусанную Галерею Вот Единственный Минус Только Что Вот По самой Вот Поверху На место Для сребы Не очень удобно Походить Потому что Здесь Позросло Так капитально Что это Это фруктовые Что ли Деревья Непонятно В общем Если еще Вот как Сейчас Вот уже Поздняя осень Ноябрь Или Ранняя Весна В принципе Еще Более Менее Здесь Можно Походить Но Вот Летом Боюсь Что тут Будет Очень И очень Сложно Ну а Вот так Вот Получается Вот Солдаты Стреляли В сторону Ну тогда Во времена Первой мировой Войны Пруссии Восточной Германии Немцы Туда Нападали Отсюда Оттуда Нападали Ну а На данный момент Это в сторону Польской границы Деревьев то не было И даже Отсюда Можно В принципе Ее Увидеть Ну что Вот так Вот Выглядит Этот Опорный Пункт Номер 8 Не знаю Конечно Почему Вот Так Вот Написано По разному Вот Форд 4А Но я Склоняюсь Все таки К опорному Пункту Номер 8 Так как Интернет Это подтверждает И карты Показывают В общем Это Скорее всего Табличка Указательная На дороге Неправильная И она еще Тем более Неправильную Дорогу В принципе Показывает Она находится За деревней Стрельчики А сам Вот этот Пункт Находится Перед Деревней Скажем так Вот На Скажем так Даже на Возвышенности Можно так сказать Ну а До самого Здесь 4А Форта Относительно Недалеко Это километр Полтора В общем Кто не смотрел Его Можете посмотреть По подсказке Выше Ну и Соответственно Еще и сам Плейлист О Гродинской Крепости Также будет Ну что ж Покидаем Это место Я впервые Здесь побывал В общем Заценил Приезжайте Смотрите В принципе Здесь вот Тоже много Все в принципе Сохранено Ничего не взорвано Ну а Я направляюсь Обратно К своей машине Я приехал на машине Что в принципе Я бы Не очень то Ну не сказал бы Что не рекомендовал Потому что Во первых Это пограничная зона А вот За оставление машины В пограничной зоне Могут в принципе По моему Насколько я знаю Дать штраф какой-то Надеюсь Что никто там Не приехал Я тут быстро Как тут посмотрел И уезжаю Опять же Я вспоминаю Как я был Недалеко от Литовской границы Только здесь написано Вас приветствуют Роуминги Live Poland А там было Live Lithuania Ох Вспоминается Конечно Служба На польской границе Уже Грубо говоря Двухлетней давности А тем временем Я здесь наткнулся На Старое Кладбище Это Здесь были похоронены Немецкие солдаты Времен Первой мировой войны Оно Как мы видим Тоже Вот заброшено Находится рядом С этим Опорным пунктом Хотя здесь Какие-то еще Есть могилы Польские Скорее всего Вот это Вот был Ход раньше А вот Походу Я Вы знаете И стою На одной Из этих Могил Потому что Солдаты Вот раньше Вот Могилка Вот Она была Вот таким Вот Квадратиком Таким Вылетом В общем Тут Не пойми Что тут На самом деле Сейчас тоже Заросло И непонятно Здесь Сам эти Могилки Находятся Ну в общем Уже я иду Обратно К своей машине И вот Я вам хочу Показать Вид Это вид В сторону Польской Границы К сожалению Забора Тут Польского Не видно А я так Хотел Его показать Ну в общем Польша Вон там До нее Здесь Кентра 2 Плюс Минус Ну например Вот та вот Вышка Возможно Она уже И в Польше Но я не готов На это Точно ответить Ну что ж Дорогие друзья Вот так вот Мы с вами Посмотрели Вот этот Опорный Пункт Номер 8 Я Еще раз повторюсь Видел его Впервые В общем Ездите Хотите Смотрите Ну а Раз вас лайк Подписка Колокольчик Всем удачи Берегите себя Пока Пока До новых встреч В эфире